Открою, что будешь полностью уверен, что тебя зовут Марина. Ну, а мы начинаем. Да, у нас очень скоро начнуты самые крутые съемки, походу, из всех, что у нас были на канале в Джо Бутеле вместе с Валентином. Так что у нас будет присутствовать команда скептиков, то есть это команда ученых, насколько мне известно, которые будут пытаться нас раскусить. Но мы хотим, чтобы в первую очередь поняли, что такое гипноз, как он работает. И, соответственно, мы сами не знаем, как получится сегодняшний день, как он пройдет. Почувствуйте, как эта кислота распространяется по вашему языку, по вашим судьбам, по небу. Ощутите весь привкус этого лимона, насколько возможно он кислый. Расслабились. Часто глубокого расслабления пробегает по всему телу, но уверенно стоите на земле, никуда не подойте. Четыре. Уважаю, все дальше глубже. Три. Два. Полное спокойствие и расслабление. Руки словно тряпки болтаются сами к себе. Полное, полное расслабление. Полное, полное расслабление. В каждой мышце, в каждой клетке. Крепанистан. Рукиловая рука полностью расслабленно. Рука, кровь, и со мной, расслабление сидится в два раза. Два раза больше спокойствие и расслабление во всем rear. Руки словно тряпки. Рука падает вниз и расслабление в три раза больше. Полное свободное расслабление. Смотри на ладонь и концентрируй внимание на одной точке. Входи в эту точку, становись этой точкой, пакисок руками медленно приближается, тебя тянет назад, и сильнее. Сильнее. Три, два, один, спать. Полностью расслабляешься, проваливаешься в состоянии, погружаешься дальше. Двух. Тихо. Чекание полного спокойствия, полного расслабления. Тело полностью обмянуло. Двух. Хорошо, комфортно и спокойно. Двух. 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 Отлично. Чувство комфорта, комфорта, расслабления. Входа приятного, в своем чувстве. В каком положении тело не занималось, тебе в нем находиться хорошо и спокойно. Еще раз. Хорошо. Для себя. Сюда. 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 Отлично. Сюда. 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 Многие вместе, носки вместе. Смотришь на руки. Смотришь на руки вместе. Многие вместе, носки вместе. Смотришь на меня. Тихо. Постепенно. Постепенно. Тянем позади. Сильнее. Сильнее. Три. Два. Один. Ноль. 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 Чувство комфорта и расслабления. Я слышал какие-то постоянные звуки, но они на вас оказываются действительно комфортные и приятные ощущения. Отлично. Сюда. zatok. Трех. Угу. Хорошо. Хорошо. Отлично. Сюда. Хорошо. Полностью расслабиться, но я смотрю отсюда. Смотрю отсюда. Затк открываешь и смотришь вот в эту точку. Три. Два. Один. Ноль. Встать. Полно, полно, полно. Расслаблено. Все дальше. Длубже и лучше. Очень хорошо. Полного спокойствия, расслабления во всем вашем теле. Хорошо, комфортно и спокойно. Приятно, комфортно и спокойно. Полно, полно, полно расслабление, полно, полно расслабление. Три, два, один, ноль, ноль. Спать! Полное расслабление в каждой мышце, в каждой клетке. Приятно, комфортно, спокойно. Вы занимаетесь горизонтальное положение, расслабление усиливается в три. Четыре раза больше, чем несколько мгновений назад. Приятно, комфортно, состояние. Хорошо, комфортно и спокойно. Макс, иди сюда. Сюда, поставь на ладошку. Сиди за ладонью очень внимательно. Почувствуй, как ладонь медленно приближается. А, словно, сдавите назад. Сядет назад и сильнее сильнее. Посмотришь на одной точке. Три, два, один, ноль. Скрути пальцы. Полное, полное расслабление. В каждой мышце, в каждой клетке, от головы до кончика пальцев. Все тело становится ватным расслабленным, чтобы с вами не происходило. Но вам эмоционально хорошо, комфортно и спокойно. Все тело полностью расслаблено. Ныряйте в расслабление, останетесь в расслаблении. Все тело, словно кусок мяса полностью расслаблено. Вы расслаблены. Что такое? Он был слишком расслаблен, я ее хотел бы перенести. Хорошо. Я уже очнулся. Слушай, давай, даю вам. А здесь, по сравнению, мы вместе, мяски вместе. Просто пьем на ладошку. Сюда глубокий вдох и выдох. Убокий вдох, просто и в центре ладошку. Ладошки вспомнили в состоянии, которое было бы полить несколько мгновений назад. Ага. Смотришь в одну точку и уходишь в это состояние. Становишься. Состоянием 3, 2, 1. Спать! И в 10 раз больше спокойствия и расслабления во всем, во всем теле. Приятно, комфортно и спокойно. Хорошо, спокойно и комфортно. Отлично. Чувство комфорта, спокойствия, полного расслабления. Спасибо. Отлично. Приятное чувство комфорта и расслабления. Слово губки в каждой клетке. Слово губки в каждой клетке. Слово губки в каждой клетке. Все дальше, глубже и глубже. Приятное чувство спокойствия, расслабления во всем, во всем теле. Приятное чувство расслабления от каждой мышцы в каждой клетке. Никакие дискомфортные ощущения не оказывают на вас сторонних. Дискомфорт. Чувство. Чувство. Чувство спокойствия. Рыет чувак. Хорошо. Отлично. Ты откроешь? Назад открываешь. Три, два, глубокий вдох-выдох, спать, вверх полность, полностью расслабиться, каждые мышцы, каждые клетки, чтобы руки стали тяжелые, расслабленные, словно клетки, руки полностью расслабленные, словно клетки. Это расслабление во всем, во всем теле, как физически, так и эмоционально. Ты, открываешь глаза, хочешь присоединиться? Хорошо, зависит на строчек. И выбери любую точку перед собой, просто посмотри вот на прожектор. Хорошо? Посмотри на прожектор и сконцентрируй на нем все внимание. Посмотри на камеру перед собой. Посмотри на камеру перед собой. Хорошо. Просто почувствуй, как расслабление во всем теле просто усилиться. Расслабление все больше. Больше и больше. Ага. Концентрируй внимание на одной точке. Три. Два. Один. Глубокий вдох. И вниз. Спать. Полное, полное расслабление во всем теле от головы до кончиков пальцев рук и ног. Ноль. 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 Стойте с этим расслаблением. Угружаетесь в него все дальше, глубже и глубже. Замечая, как все тело полностью расслаблено во всем теле от головы до кончиков пальцев, рук и ног. Все посторонние звуки оказывают чуть успокаивающее и расслабляющее. Действие очень хорошо. вспоминает запоминает это чувство я медленно считаю 1 до 5 когда я скажу 5, вы услышите аплодисменты и вернете свое обычное состояние до следующего раза пока я не скажу спать и вы в этом состоянии погрузитесь 1. приятное чувство бодрости не пробегает по всему телу 2. чувство комфорта, спокойствия, понимаете что вы просто находитесь в горизонтальном положении понимаете абсурдно все что происходит вокруг 1 0 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 5 4 6 6 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 6 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 12 13 16 17 18 18 18 19 19 21 21 10 25 21 21 22 23 23 23 24 365 Я помню, что какие-то слова были, а что именно, нет. Страшно. Окей. Запомни. Всё помню. Всё, что слышала от Владимира, чётко помню. Ну, мне так кажется. Может, я потом посмотрю ролик, и на самом деле всё будет по-другому. Да, у тебя нет почки. Чё помнишь? А как она переносилась? Как ты ощущал? По телу. Да, я чувствую. Шучу, шучу, шучу. А ты чё помнишь? Кроме человечества многоносных? Ой, да. Мне как-то... Серьёзно. Какое-то ощущение было странное. Я половину слов пропускал мимо ушей. И вот я здесь. А, как молодец. Ты чё помнишь? На деревьях лежу. Лежишь, и вот он понял. Прям вот неудобный, как китер. Он, блин, и не значило. Ты чё помнишь? Я расслабился, как на камушке держал. Помнишь, как он гладил тебя? Раз в один. Давай, потом увидите уже. Да, если можно. Всё нормально, всё было. У нас толерантные государства. Нет, на самом деле все было прилично, никаких данных. Один, ноль, ноль. Тогда полностью себе расслабиться. Просто представляешь, что этот стул, который стоит справа от тебя, невероятно тяжелый. Он весит несколько тонн. И чем сильнее пытаешься оторвать, тем тяжелее он становится. Ты условно приклеился в эту сцену. Стол. И сцена единая целая. Раз, двадцать открываешь. Возьми, поворачивайся, возьми за спинку. Бери за стул. Насколько он тяжелый. Чем сильнее пытаешься оторвать, тем хуже получается. Пытаешься оторвать, он наоборот вырастает. Сильнее и сильнее. Друзья, мы находимся на чемпионате мира по подниманию тяжестей. А он все тяжелее, тяжелее и тяжелее. Угу. Смотри. А у меня есть волшебная веревочка. Смотри. Перевяжем. Перебрасываем через ребенку. Начинаем медленно тянуть стул вверх. Просто заметить, что его можно уже с легкостью тянуть все выше и выше. И выше. Почувствовать, как этот стул начинает подниматься вверх сам по себе. И отпускать ребенку, подключая уже на какой-то электрический привод, замечать, что его постепенно тянет вверх. Угу. И словно руки сами его тянут вверх все выше, выше и выше. Снова какая-то сила дотянет. Вроде бы понимаешь, что у него нет может остановиться, но почему-то руки сами по себе идут вверх все выше, выше и выше. Хорошо. Делай глубокий вдох, стремь внимание на ладони, почувствуй, как голос медленно-медленно переходит в мою руку. Почувствуй, что голос переходит в мою руку. Я забираю время на твой голос, твой голос у меня в руке. Пытаешься говорить, у меня получается. Чем сильно я пытаюсь сказать, тем хуже получается. Получается какое-то шипение. Пытаешься выговорить слова, голос словно пропал. Хорошо. Голос возвращаем. Как дела? Отлично. Как тебя зовут? Патрик. Патрик. Смотри на меня. У тебя бывают такие моменты, что вдруг ты видишь сон, потом просыпаешься и не можешь его вспомнить. А вспомнив это состояние, и твое имя хранится в какой части головного мозга? Укажи пальцем. Где-то здесь. Смотри, я беру твое имя, его забираю, и оно улетает, стирается из твоей памяти. Ты понимаешь, чем сильнее. Пытаешься вспомнить его, тем хуже получается. Ими куда-то улетелось, терлось. Оно вида крутится у тебя в голове, но невозможно вспомнить, как тебя зовут. Хорошо. Посмотри вот сюда. Спать! Хорошо. Полное, полное расслабление в каждой мышце, в каждой крючке. Я щелкну пальцы, глаза откроешь, ты будешь полностью уверен, что тебя зовут Марина. Тебя всегда так звали, твое имя от рождения. Возможно, какие-то приятные эмоции будут появляться, но ты полностью все целы, глубоко и полностью веришь, что тебя зовут Марина. Раз, два, три. Открываешь. Какой сегодня неделя, помнишь? Воскресенье, воскресенье. 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 А месяц какой? Как тебя зовут? Марина. По паспорту? Марина. Паспорту Марина написано. А фамилия? Степанова. 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 Хорошо. Смотри, беру твое имя, возвращаю. Спать! И одновременно, представляешь, как у тебя просто стирается цифра 7. Она улетает, растворяется, и видишь ряд цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и так далее. Ага. После шестерочки идет сразу восемь цифра, которая стирается, словно написано на мыловой доске, стерлась, исчезла. И никогда не существовало. Раз, два, три. Глазки открываем, вытягиваем руку вперед, правую и левую. Правую и левую руку, так, вытягиваем вперед, так, ладошками вверх. И давай с тобой посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать. Сколько пальцев? Десять. Давай еще разок посчитаем, быстро посчитаем. Я нажимаю, я нажимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, вернулось нормально? Да. Да, давайте поаплодируем нашему участнику. Спасибо. Сейчас мы будем проводить тесты на гипнабельных, с гипнабельными. И параллельно будем проводить те же самые тесты с теми людьми, которые не поддавались гипнозу. Для того, чтобы можно было понять разницу. Тесты мы специально взяли такие достаточно показательные, то есть в любом случае при проходе этого теста будет видна реакция. Я трогаю из белой киа, рука слон находится сама по себе. Где-то там далеко нет никаких дискомфортных ощущений. Вот только ноль, ноль, ноль. Полное спокойствие и расслабление в каждой мышце. Ножницы с зажимом. В каждой пленочке головы до полчика пальцем. Хорошо? Ножницы с зажимом. Комфортно и спокойно. Очень хорошо. Что за ноль? Расслабление. Замечаешь, что какие-то манипуляции происходят, изменения не оказывают от себя никакого дискомфортного ощущения. Ноль. 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 Даже тело расслабляется. Просто расслабляешься. Ноль. 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 Полность. Покойствие и расслабление. Рука ровнется вниз и нет никаких дискомфортных ощущений. Только ноль. 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 Чувство комфорта, спокойствие и расслабление. Нужно крупный план. Ноль. 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 Натрагиваясь до руки, рука сломана вся кожаная. Она не твоя. Она где-то там, далеко. А ты оказываешься там, где тебе хорошо, комфортно и спокойно. Прикладываешь ноль усиленно к управлению своим телом, ноль усиленно к управлению своими мыслями. Ноль. 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 Полное спокойствие и расслабление в каждой мышце, в каждой клетке. Ноль. 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 Никакие дискомфортные ощущения не оказывают никакого ощущения. Ощущения ноль, на максимум ноль, ноль. Хорошо, комфортно и спокойно. Ноль, ноль, ноль. Чувство комфорта, спокойствия и расслабления. Каждые мышцы, каждый клеток. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Ноль, ноль, ноль. Полное чувство комфорта и спокойствия в каждой мышце, в каждой клетке. Когда рука грохнется вниз, ну вот, окажешься здесь сейчас, никакие дискомфортные ощущения у тебя не будут появляться в твоем теле. Возможно, будет легкое пощипывание, но позволяет ему дискомфортно находиться где-то далеко. Пока падает низ три, два, один, ноль. Класс, ли, открываешь? Как самочувствие? Нормально. А, как дела? Вот так вот. А, да, давай. Как дела? Я не виноват. Да, чё, нормально. А, давай опять же по дисципальной системе. Что ты ощущал? Я чуть-чуть что-то чувствовал, потом вообще рука немела, я ничего не чувствовал. Ага, то есть, вы понимаете, я вначале поставил на единичку, потом на двоечку, потом на тройку, это максимальный, как говоря, зажим. Кто хочет, попробуй зажать себе кожу. Давай, то есть, они уже были, они уже были там, поэтому эффект может быть менее чайный. Я имею в виду просто ножницами. Ну, просто ножницы, садись сюда. Прости. Подсознаешься, более. Смотри, давай ты просто будешь говорить, откуда можете, куда нет, а вот причем защитную чуть-чуть. Давай так. Боится, ну, как он боится-то. Так. Блин, я тебя даже кожу не цепите, так, обдерем. Вот здесь, ну, не, давай здесь, где у тебя было. Вот здесь, вот здесь. То же самое есть. Ну, вот я зажал, я еще не зажал. То есть, каждый, окуда можешь терпеть. Это пока что единичка. Больше дальше можешь? Ладно, давай еще не будем мучить. Ой, вот, а... А мне можно так? Вареник. Опиши болевые ощущения, насколько они... Слушай, ну, это... Это больно, конечно. Ну, просто терпеть можно. Не, ну, терпеть можно, но по десятибальной системе. Насколько ты это оценил бы? Просто уже по десятибальной, но на шее есть. Ну, посмотри, причем я тебя зажал только на отбойщику. У него было... Ну, я чувствовал, что, как бы, если еще дальше, Причем должны понимать, что когда снимаешь зажим, ну, сжимается еще больше, да, для того, чтобы его разжать. То есть я вот тебя сделал буквально на единичку. Класс! Ну вот, наконец-то, съемочки у нас и закончили. Сейчас вернемся к тому человеку, который в самом начале был скептически настроен. Просто скажи, какие теперь, возможно, эмоции после съемок у тебя? Ты знаешь, ну, что я скажу точно, то есть участие, да, и наблюдение за этим всем, это, ну, это дает очень сильные эмоции. Ну, потому что с таким не сталкиваешься в обычной жизни, это, ну, это круто. То есть вот как шоу, как динамика такая, это клево. На тему решения теста, ну, сведем по циферкам, посмотрим, есть ли повышение или понижение производительности в сравнении с... Окей. И все станет ясно. Да, и все станет ясно. Ну, а так, возможно, по всему, то, что ты видел, какие ощущения, ну, впечатления были. Мне что понравилось, я наблюдал за лицами, мне нравилось наблюдать за лицами участников во время... Я не трогал. Вырубание. Да, да, и я даже увидел пульс у одного из участников, и он скакал, то есть в некоторое время он то повышался, то понижался. Я зафиксировал на камере, хочу вывести, посчитать, сколько там получилось. Ну, вот знаешь, вот такие наблюдательные штуки. Понятно. А вот именно когда мы тест, там, лук ели или током ели, как это? А это очень сложно. У каждого человека своя толерантность к боли. То есть, если брать, брать близнецов, чтобы понимать, есть ли какая-то разница. А так, ну, показательно, да, что вот в состоянии внушения человек действительно может переживать боль по-другому. Это понятно, но я думаю, что это в рамках физиологии. То есть, если боль была бы сверх того, что он мог бы терпеть в обычном состоянии, то, не знаю, насчет анестезии. Хотя, знаешь, анестезии проводили в этом состоянии. То есть, все зависит от того, насколько человек внушаем. Ну, да, совершенно верно. Откогда на шатырь нюхали. С на шатырем, да. Я на шатырь очень резко реагирую на шатырь, поэтому я даже не представляю. Ух, ну что, ребятки, я вообще выжит, как лимон. Да, конечно, вообще, бедолага. Лимона не было сегодня. Ну, лимона не было, но я как лимон, Валя. Ну, как тебе сегодняшняя история? Слушай, интересно. Мы же проводили так, чтобы было понятно, насколько гипнабельные люди отличаются от негипнабельных. Не все тесты прошли удачно. Не все тесты прошли так, как я думал. И еще у нас были друзья сегодня в гости, в гостях, которые из научного сообщества Ютуба, скажем так, и они проводили свои тесты. И их результаты мы узнаем только спустя несколько дней, да. Поэтому в самом видео вы узнаете, чего да как. Мне самому интересно, как получилось, но я точно так же устал. Я не знаю, правда, почему я устал, но я просто волновался из-за всего. Ну, чтобы все получилось. Да, да. Ну, я все-таки, на самом деле, я, ну, на принципе, более чем доволен тем, что произошло. Все-таки были ребята, которые скептики, которые пытались в любом случае это как-то опровергнуть, и они говорят, как бы, ну, что, действительно, в шоке. Как бы, ну, приятные впечатления это произвело, это уже, как бы, круто. Да, ну, и мы все дружно и посмеялись, и попереживали, и поохали, и поахали. В общем, это то, что обычно происходит на съемках гипноза. Ребятки, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я подпишусь на тебя, если мы сейчас есть, пойдем. Ура. Друзья, она подпишется. Пока. Продолжение следует.